Привет, я Джек Джилленхолл, и сегодня я буду отвечать на вопросы фанатов и играть с щеночками. Как тебе удалось получить роль Мистерия? Я получил звонок... Ребята, я тут пытаюсь на вопрос ответить, хорошо? Я получил звонок от Джона Уотса, режиссера, и он сказал, «Эй, мы тут снимаем нового Человека-паука». Он просто хотел... «Привет! Что тут у нас? Этот свитер тебе не подходит». Вот так вот. В общем, он позвонил... Да, и он спросил, «Не хочешь сыграть Мистерия?» А я такой, «А что вы с ним собираетесь делать?» И это было классно. Это было классно. Да. Вспомни самый смешной случай на съемках с Томом Холландом. Я помню, как Том и я не могли перестать смеяться. Не могли удержать смех в эпизоде, когда наши персонажи впервые встречаются и пожимают руки. И он всегда, каждый раз... Когда я подходил и говорил, «Привет, как дела? Я, Квентин». Он просто начинал смеяться и не мог остановиться. Мы сделали около 40 дублей, но ничего не получалось. В фильме Джон Уотс использовал только миллисекунду кадра, так как не получалось сделать нормально. Свитер уничтожен. Убит. Или будет новая мода. Изодранный щенками свитер. Если бы ты играл с Томом Холландом в бродвейском мюзикле, то какое шоу ты бы выбрал? Что бы мы выбрали, ребята? Эй, ребятки. Что-нибудь с танцами, чтобы он много танцевал. А я просто сидел и смотрел на его крутые танцы. Правильно, ребята? Эти щенки напоминают мне Тома Холланда. Кто бы победил, Мистерио, Росомаха или Дэдпул? Если иметь в виду, кто из них самый большой говнюк, то это Дэдпул. В этом бы он победил. Это ведь единственное, что имеет значение, так ведь? Свитер уничтожен. Я пошлю его Райану Рейнольдсу. Но вначале вы на него хорошенько пописываете и покакаете. А потом мы отправим свитер моему другу Райану. В роли какого персонажа Марвел ты бы хотел увидеть свою сестру Мэгги? Я бы хотел увидеть её в роли Мистерио. Было бы классно. Она бы отлично справилась. А я бы смог что-нибудь перенять для себя. Какой самый лучший совет тебе давали коллеги-актеры и режиссёры? Просто слушай. Заткнись и слушай. Это лучший совет, какой я получал. Какие из персонажей, которых ты сыграл, оказали на тебя наибольшее влияние, как на человека и актёра? Я играл Джеффа Боумана, который пережил взрыв на бостонском марафоне, но потерял обе свои ноги в процессе. Я показал ему историю, и мы с ним подружились. И это очень сильно повлияло на мою жизнь. Работа с ним и попытка воссоздать его историю и понять, что он чувствовал, его мужество, которое помогло ему выжить. Это изменило мою жизнь и повлияло на меня как на актёра и как на человека.